Рекламно-информационная программа Культпоход Наш эфир продолжается, и программа Культпоход начинается, стартует, как мы и обещали, в первом часе. И сегодня Культпоход у нас необычный, потому что День защиты детей сегодня. Культпоход у нас с маленькими нашими участниками. Как сказал в перерыве мой коллега Николай Голиков, это больше похоже на Открывашка. Программу Открывашка. Заодно можно сказать, что программа Открывашка, это наш такой проект, который выходит по воскресеньям, в котором участвуют дети. Передача детская для детей. Чем похожи эти две передачи Культпоход и Открывашка? Мы разыгрываем призы. Мы разыгрываем призы. Причем призы очень полезные, интересные. Это пригласительные билеты в театры, в кинотеатры, это книги, это выставки. То есть, ответив на наши вопросы по телефону 211-101, вы получаете прекрасный шанс, прекрасно провести эти выходные. Ну, список призов мы озвучим чуть позже, а сейчас представим наших гостей. В гостях у нас Евгения Тарасова, педагог детской студии «Забава» при Кировском театре «Кукол». Женя, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. И три прекрасных, прекрасных молодых участника студии, Александра и Василиса Стариковы. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. И Рома Кухарев. Здравствуйте. Привет. Рома, слушай, видишь, как говоришь хорошо-нормально? А ты волновался. Говорить мы сегодня, конечно же, будем о детском театре, о том, как он работает, как вообще идея появилась такая, насколько интересно детям заниматься, насколько взрослым интересно с ними работать. Вы, Женя, я так понимаю, в эту среду фактически закрыли сезон, если можно так сказать. Да, мы закрыли сезон, у нас была экспериментальная работа, работа «Вокен прогресс», как я у вас люблю всё время говорить, это «Ежик и медвежонок» по притчевым сказкам Сергея Козлова и плюс наши этюды независимые, мы порассуждали, помыслили с ребятами. Мне работать с ребятами очень интересно, это для меня такой океан, каждый из них новых открытий. Как идея вообще вот появилась? Идея-то не моя, а идея-то Алена Юрьевна Лысова этой студии, и просто однажды я была туда приглашена педагогом, и вот мы набрали ребят, и с ними вот уже с этой командой, которая здесь сегодня представлена, мы уже три года. То есть они уже ветераны? Они ветераны, они пришли в пять, наверное, да, в пять лет, в пять лет. Совсем малышами были? Да. Ну и как? Рост профессиональный? На мой взгляд, налицо, мы уже говорим, звучим, и сейчас я надеюсь от них услышать их впечатление, как им работает в студии. Саша, как тебе? Мне нравится. А что тебе нравится вот именно? Саша? Саша, задумалась. Задумалась. Много всего нравится, сложно выбрать, наверное, да? Рома, тебе? Все нравится. Вот ответ хороший, да? Второго вопроса не будет. Рома, ты куклу принес с собой? Да. Покажи, не стесняясь. Вот. Как мы выяснили до эфира, это ангел. А это вот ребята куколок делают самостоятельно? Самостоятельно. Надо сказать, что у нас Рома передовик производства, он еще дома делает кукол в большом количестве. А также у них есть занятия по технологии изготовления кукол. Саша с Василисой тоже активно изготавливают кукол, они мне приносят, у них свои есть друзья. И поэтому они, конечно, в этом плане творчески развиваются, придумывают, сочиняют. С ними работать-то не надо, они все делают сами. Женя, вот вы на спектакле, который был у вас, там куклы задействованы уже профессиональные или то, что они сами делают? Куклы были профессиональные в этот раз. В прошлом году мы, кстати, делали куклы, тоже у нас была этюдная работа, где были куклы, которые делали ребята. А в этом году я просто решила им немножко дать, как бы сказать, помощи. И принесла сделанные мной кукол, это куклы ежика и медвежонка. Но мне помогала тоже художница делать их. Это мимирующие планшетные куклы. Вот такой вот термин. Мы сегодня с тобой, Антон, термины все новые и новые узнаем. Слушайте, а что это такое? Вот я вообще думала, кукла и кукла. Ну, поскольку... То есть я понимаю, что есть вот куклы, которые ты руку вставляешь на работу. Есть куклы на веревочке. Ой-ой-ой. Это медвежонок или ежик? Это ежик. Нет, это медвежонок. Это медвежонок. А нос как у ежика. Нет, это да. Ну зачем вы меня обидели? А что это обидели? Ежик тоже хорошее животное. Мишка, не обижайся. А я больше. Больше, значительно, да. Да, и толще. И толще. Да, есть такой момент. А вот эта вот кукла, как она называется? Это мимирующая планшетная кукла. Вот это мимирующая планшетная кукла. Но уточнять мы пока не будем, потому что я понял так, что вопрос будет. Вопрос будет. Уважаемые слушатели, будьте очень внимательны, потому что почти все ответы на наш вопрос вы можете услышать, если будете внимательны заранее. А вот наши ребята участвовали в этих постановках? Конечно. А кто был кто? Ну, давайте их спросим. Давайте спросим. Саша, ты кто была? Я ежиком и руками медвежонка. Да. Ой, как это? Как это? Это одновременно или это просто в разное время? Покажу. Показывайте. Я буду ножками, Саша, ты возьми ручки. Ага. Вот в такие моменты я жалею, что у нас радио не телевидение, потому что это, конечно, прекрасно. Медведь, прыгающий по нашему столу, такого еще не было у нас. Так, а ежиком параллельно или в другое время была, Саша? В другой сцене. Да, потому что у меня обе руки заняты, на ногах-то были. Так, а Василиса? Василиса? Давайте сейчас мы дадим микрофон Василисе. Подвиньте микрофончик-то. Кем ты была, Василис? Ежиком. Да, ты была ежиком. Целым ежиком? Со всеми четырьмя лапками? Ух ты. Они, смотри, медведя вдвоем водили, а ты одна ежа целого таскала. Но ежик уже сказали, он меньше. Втроем. А лапок-то у него тоже четверо? Да, это правда. Лапок-то много. Рома, ты? Я медвежонка. А за какую часть тела? Всего. Всего? Так, погодите, а как же это? А как вы умудритесь? Так, показывай. Так, показывай. Так. Поговори текстом, Ром, не бойся, который там у вас был. Вот мы с тобой говорим, говорим, одни летят, а мы все говорим. Это у него рот, причем открывается, я ему сейчас палец не вреду. Говорим. Ну, он же медведь, все правильно. Здорово. А ты видел, что это палец? Да. Ух ты. Вот так вот, целиком, да, всю пьесу так вот этим вел. Слушай, интересно вообще. У нас были как бы сказками, мизансценами. То есть в одной мизансцене был занят Рома, в другой другие ребята. Рома был партнер с Василисой. Василиса и Рома, они были в дуэте. То есть Рома был медведем, а Василисой ежиком. Да. Понятно. А в другой сцене Саша была ежиком, а другой молодой человек, Никита, у нас был медвежонком. Вот, а еще вы говорите, там этюды размышляли. Это что такое? Что за жанр такой? Ну, как сказать, прямая речь. Даешь задание ребятам, они делают этюд, допустим, ну, чего я боюсь, чего я люблю или ненавижу. Он с куклой делает этюд или сам по себе, да? Конечно, этюды были и с куклой, и без. Сначала мы же начинали вообще весь текст живого плана. Мы хотели почувствовать текст, размять его. Потом перенести его на куклу, оживить ее, дать ей дыхание. Ну, где-то у нас это получилось, где-то нет, у нас дебют. Мы еще дебют работы с такой куклой, потому что каждый год у нас тема работы с определенной системой кукол. В этом году мы попробовали планшетную куклу. В прошлом мы работали с перчаточной куклой. В позапрошлом у нас была полностью тема, это руки, пластика рук. Без кукол? Без кукол, но выразительный язык там. А, это то, что это вот театр теней, то, что называется. На тенях-то изображаем, да? Нет, ни в коем случае, совсем другое. Вот, допустим, снегопад, самолетик. Их множество версий, что вы можете сделать при помощи пальцев. Это что-то вроде сурдоперевода, да, вот такого? Ну, нет, это символы ассоциации, вот, дракон, допустим, еще что-то. Птичка была. Птички там, да. А ты делала птичку? Птичку мы все делали. Давай, Саш, покажи. Ну, да. А это орел какой-то уже, да, видимо? Да. Это какая-то большая очень. Двух клава орел получил. Ну что? Да. А этот вообще, это просто уже, даже не знаю, журавлин. Ну, есть такой в Питере театр хендмейд. Он просто практикуется на языке рук. Это тоже все делают кукольники. Князьков его автор. Вот, но каждый кукольник, кто занимается куклой, прежде всего занимается своими руками, потому что язык рук прежде всего может передать какие-то эмоции, пластику в кукле. И сама рука является тоже вашим продолжением, вашей куклой. Перчаточные куклы, которыми вы в прошлом году занимались, делали ребята сами или вот вы приносили или в театре? Сами, сами ребята делали, да. Это первые перчаточные, тоже тренировочные куклы. Они называются манчурами. Перчаточные куклы, они же посложнее, наверное, чем вот эта марионеточка, да? Самая сложная считается марионетка куклы. Вот эта вот самая сложная. Управлять ей, наверное, сложнее всего, да? Там бывают до 15-30 нитей. Здесь, конечно, попроще, но оправлять сложно. А изготовить вот эту перчаточную куклу, там же шить надо. А марионетку, знаете, как сложно отвешивать? Ты чуть-чуть не так нитку сделала, она не работает. Мне это непонятно. Отвешивать мне непонятно. Вот шить непонятно. На тежине ниточек должно быть разным. Нет, это же целое искусство. Неужели сами не сшили? Главное, я думаю, помогали и маму с папой, и Евгения Александровна, и технолог. Но главное, что они сделали, сложнее не сшить. Я вас уверяю, сложнее сделать папье-маше. Ровное, четкое. И вот именно это и делали ребята. Это голова, патроны, которые вставляются в пальцах. Чтобы пальцы были живые, чтобы работала фаланга первая. Вот это нужно, потому что голова должна сгибаться, кукла должна садиться, смотреть. Помним, ребята, этот момент? Мы над этим очень долго бились, потому что рука должна привыкнуть к уровню ниже, ни выше. Вот он должен стоять. А персонажи ребята сами выбирали? Мы работали не с персонажем. Монтюр — это безликая кукла. А вот то, что вы говорите, персонаж-образ, вот это уже вдыхали ребята. То есть это были их тренировочные задания. У нас даже было задание по картинкам, помните? В прошлом году. Это что за задание, Саша, скажи? Это было изобразить из некоторых предметов картинку. Да. Там, допустим, медведи у вас было, я помню, Сашину картинку очень хорошо. Переправляются на лодке. Лодочка, два медведя. Они берут монтюры, которые совсем не медведи, и делают сцену, и придумывают, что там было. И озвучивают что-то еще при этом, да? Да. Озвучивают. И текст они сами сочиняют, как бы, да? Да. Молодцы, ребятишки. Так, а нынче? А нынче вот... Вот, медведь и ежик, их две было в постановке. А в процессе обучения планшетной куклы? В процессе обучения планшетной куклы мы работали с уровнем, опять-таки, с руками. У нас был с этим связан этюд «Я живое дерево». Название придумывали дети. Амстронг озвучивал, дети придумывали название. До этого был тоже у нас спектакль маленький, этюдного плана. Это вертеп мы показывали. Показывали его с маской. Зачем надо было? Маска — это тоже переход к планшетной кукле определенный, потому что она дает возможность именно почувствовать голос. Потому что мы одеваем маску, наш голос меняется. Маска — это тоже кукольный театр. И перенести эту возможность, как я работаю с маской, которая на лице, с маской, которая в кукле, планшетной в данном случае. То есть кукла — это как бы просто снятая с лица маска? В принципе, да. Очень красивое получилось определение, я его запомню. Дарю. Спасибо. Так, ну что, мы сделаем небольшой перерывчик у нас. Да, напомним, в студии у нас Евгения Тарасова, Александра Старикова, Василиса Старикова, Рома Кухарев, и это театр «Забава». «Забава». «Культпоход». Продолжаем программу «Культпоход». Но я думаю, Анна, самое время огласить список призов, которые наши слушатели смогут получить, если правильно ответят на наши вопросы, позвонив по телефону 211-101. Начинаем, да? Хорошо, давайте я начну все-таки с середины списка, потому что сегодня День защиты детей, и сегодня прекрасная совершенно возможность выиграть замечательную детскую книгу «Космонавт. Руководство для начинающих». Ограничение 6+, то есть даже для самых маленьких она подходит. Яркая, красочная книга с картинками. Автор этой книги... Так... Не, не вписал. Не забыла вписать. «Луис Тоуэлл». Ксения Станиславовна Лицарева очень хвалила ее. «Яркая информативная книга для детей о трудной профессии космонавта». Пошаговые инструкции. Правда, я вот вчера монтировала эту программу, там все объяснено, куда идти учиться, чтобы стать космонавтом, что можно есть, каким спортом надо заниматься, как надо следить за своим здоровьем. Прекрасная детская книга. Прям вот разрекламировала. 6+, еще раз. Молодец, 6+, причем эту книгу нам предоставил магазин «Читай город». Эти магазины расположены, вы думаете, все знаете, на Преображенской 65 в торговом центре театра и на Ленина 103 в торговом центре Крым. Кроме того, не только литей у нас сегодня. У нас есть взрослые книги. Ника Набокова «Как перестать быть овцой». Это такое практическое руководство к действию для тех людей, кто любит страдать и хочет от страданий избавиться. Ограничение 18+. Сергей Малоземов «Еда живая и мертвая. Пять принципов здорового питания. Доходчивый профессиональный автор излагает научный взгляд на то, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше». Но я так понимаю, для тех, кто в «Космонавты» собирается, эта книга тоже полезна. Ну да, там толстых обычно не берут, космонавты, да. Уилл Швальбек «Книжный клуб. Конца жизни». Очень красивая книга, безумно красивое издание. Хорошая книга, но немножко грустная. Сын и мама, который умирает от рака, говорят в последние месяцы ее жизни о книгах. И таким образом прощается. Ограничение 16+. Ну и книга, которую Николай Горьков выбрал для себя. Евгения Никитина, она мне просто безумно понравилась, потому что, во-первых, я очень люблю этого писателя. «Семь жизней Максима Горького». Это биография Алексея Максимовича Пешкова, всемирного известного под фамилией Максим Горький. Очень хорошо, очень подробно и очень по-личному. То есть это человек, который открывается с совершенно неожиданной стороны. Не как там великий пролетарский писатель, а как просто очень талантливый и интересный человек. 16+. Вот такие у нас в этой книжке. Это книги. Дальше у нас идет театр. Драматический театр 16 июня, 18-25. Запрещенный роман. Ограничение 12+. Театр Наспасской 21 июня, 18+. Гудбай Берлин. Ограничение 16+. Наши друзья. Галерея Прогресса. Билеты на выставку Игоря Сметанина и Максима Наумова. Вятские-Хватские. Ограничение 0+. Я спрашивала у Дмитрия Шеляева. Он говорит, можно даже с младенцами. И билеты на любой фильм, и сеанс в кинотеатр Дружба. Пожалуйста, если кто любит кино, выбирайте. Все для вас. Ну что? Начнем задавать вопросы. Начнем, конечно, задавать вопросы. Начнем, как всегда, с гостей. Женя. Хорошо. Коль мы уже говорили о планшетной кукле, так я знаю, почему планшетная кукла так называется, и какой у нее принцип работы. Потому что это исходит из названия. Ой, как хорошо, что я не спросила об этом, а у меня ведь был такой вопрос. А ты, между прочим, спрашивала. Мы тихонечко твой вопрос погасили. А, ну вы молодцы. И намекнули слушателям, что нужно слушать нашу программу очень внимательно. 211-101, мы ждем звонков. Что? Ой, уже звонят, слушай, уже звонят. Ну, давайте подключим. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр. Ну что, отвечайте на это, сложный вопрос. Планшетная кукла, она может ходить по полу с помощью артиста. Ну, такой принцип, что она может шагать по полу. Планшетная кукла. Нет, не совсем. Нет, ну близко, да? Ну, она может шагать по полу. Медведь у нас шагал по столу. Вот вы уже даете практически ответ, я бы сказала. А, ну то есть наш слушатель просто вот пол, надо повыше поднять, да? Немножко повыше поднять, потому что кукла, которая работает на полу, называется паркетный. Так, Александр. Ну, значит, по столу. Да. А, значит, по столу. Я все выдала, пыталась, пыталась, и все-таки выдала. А планшет – это доска. Ну что, я думаю, ответ на честь совершенно правильный. Александр, что бы вы хотели получить за ваш правильный ответ? Кинотеатр. Кинотеатр, Дружба, билеты на любой фильм и сеанс в кинотеатре Дружба. Не кладите трубочку. Наш редактор поможет вам объяснить, где и когда вы этот билет сможете получить. Ну, Александр – человек опытный, он знает, что билеты нужно забирать у нас в редакцию. То есть ты уже узнаешь по голосам. Да, я узнаю по голосам. Так, идем дальше. Второй вопрос, да? А может, мы поменяемся? Может, Николай сейчас задаст вопрос? Ну, у меня вопросы никак не связаны с кукольным театром обычно. У меня они связаны с рок-н-роллом, который я безумно люблю. Тем более, что вчера могло бы исполниться как одному из моих любимых барабанщиков. Считаю даже лучшему барабанщику, который когда-либо был рок-н-роллит Джону Боннему. Я включу сейчас песенку, а потом задам вопрос. Вот. Этот человек отличался очень таким мощным ударом по барабанам. Он вообще крепкий парень деревенский был. И когда он выбирал палочки барабанные в магазине, он выбирал всегда, вот тут слушайте вопрос, он выбирал самые длинные палки, он выбирал самые тяжелые палки или он выбирал самые крепкие и прочные палочки? Я молчу. Вот. И тут ответить на этот вопрос правильно, получен следующий приз. 211-101. Ждем звонков. А мы недолго ждем звонков. Отвечаю. На обычных курсах походе у нас слушатели довольно активно реагируют. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Да, Олег. Предположу, что это самые крепкие. Ответ совершенно правильный. Но если вы предположили что-нибудь другое, вы все равно богатали. Потому что он выбирал самые длинные, самые тяжелые, самые прочные. Даже называл их не палочки, а назвал их деревья. Да, и убил парочку новых деревьев. У вас ответ совершенно правильный, что бы вы хотели получить за него. Если можно, книжку Ники Набоковой. Ага. Есть у нас такая книжка? Хорошо, откладываем Ники Набоковой. Как перестать быть отцовик? Прострадание. Ну что ж, вы узнаете много интересного. Олег, книжка за вами. Пожалуйста, приходите за ней к нам в редакцию. Вот. Ну что, у нас время еще есть пока? Есть. Для перерыва еще пять минут. Уважаемые артисты. Мой следующий вопрос. Мы как раз ехали и его обсуждали с Ромой. А может, Рома и задаст? Можешь попробовать задаст? Нет. Нет? Ну хорошо. Ступаешь мне. Всем известно, что самые, больше всего, пьесы, которые ставятся по стране в кукольных театрах, это «Золотой ключик». Это правда? Да, действительно, самые популярные. В кукольных театрах почти в каждом есть. И кликировала ее Толстой с Пабло Колодец в «Пиноккио». В тексте «Пиноккио» часто «Пиноккио» по колоде называют «Буратино». И, естественно, персонажа у Толстого зовут «Буратино». Так как же переводится это имя? Как переводится? С итальянского, видимо, языка? С итальянского, полагается. Серьезно? А я думала, это он просто придумал. Нет. Ничего. Ну что ж, я думаю, что у людей... Какие-то меня открываются. Да, у наших слушателей есть прекрасная возможность познакомиться с итальянским языком. Гаджеты у всех в руках. Как переводится на русский язык слово «Буратино». Кажется, попроще, чем про планшет. Ну, про планшетную куклу, да. Надо сказать, я, конечно, дала маху. Все, все, уже есть. Уже есть? Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Ну, ваш вариант ответа. Ну, мне кажется, что это мальчик из полена. «Буратино» — это мальчик из полена, да? Не совсем. Даже совсем. Не совсем. Или совсем не так, да? Совсем не так. Вот, как-то говорят, не совсем. Вы угадали. Может, я пробую еще раз что-нибудь предложить? От этой ассоциации можно двигаться, когда придешь. То есть, вы где-то рядышком, да? Да. Могу дать подсказку. В комедии «Дель арта» Пьеро называли Буратино. Кукольный мальчик. Ну, а по-другому просто. Кукольный мальчик — это кто? Ну, правильно уже звучит. Уже прозвучало буквально. Половину вы уже угадали. Видимо, одно слово лишнее, да? Да, одно слово лишнее. Мальчик. Игрушка? Ни в коем случае. Потому что кукольный и игрушка — это разные вещи. А, нет, я неправильно выразился, да. Ну, говорите уже. Кукла? Да. Вот. Так вот совместными усилиями мы вам на приз заработали. Что вы хотите получить? Билеты. Куда? Билеты куда? Книгу. Давайте лучше книгу. Книгу. Хорошо. Тогда какую? Космонавт. Вот. Вот. Космонавт, руководитель начинающий. Вы хотите стать космонавтом? Нет, у меня внучата есть. А, внучата есть. То есть вы думаете, что им стоит стать космонавтами? Луис Толл, космонавт, руководитель начинающий. Ну, это прекрасное руководство, да. Я думаю, что... Шесть плюс. Николай, на самом деле оно не только для космонавтов, мне кажется, людям всех профессий эту книгу прочитать полезно. Понимаешь, Аня, это все хорошо, но эта книга уже ушла к своему новому хозяину. Поэтому можно только с грустью вспоминать. Спасибо большое за прекрасный ответ. Ну что мы, сделаем маленький перерывчик или продолжим нашу игру? Сделаем перерывчик сейчас. Рекламно-информационная программа. Программа «Культпоход». Программа «Культпоход» продолжается. В студии по-прежнему анутшина Николая Гориков. Но это не самое главное. В нашей студии гости программы Евгения Тарасова. И наши прекрасные участники театральной студии «Забава». Александра и Василиса Старикова и Рома Кухарев. Мы продолжаем разыгрывать призы. Их осталось не так много, но билеты в театры по-прежнему есть. По-прежнему есть книги. По-прежнему есть прекрасная выставка в галерее прогресса. И наш следующий вопрос будет задавать. Я думаю, что Рома задаст. Чем смотрит кукла? Чем смотрит кукла? Хороший вопрос. Чем смотрит кукла? Вот понимаешь? Такой он, вот, я бы задумалась. Он задуматься уже представляет. Вот я задумался, да. А потом, когда узнал настоящий ответ, понял, что я не в ту сторону думал. Ага. Так что, ребята, вопрос подвох, а мы к слушателям уже обращаемся. Мы сейчас ждем от наших слушателей 211-101. Будьте внимательны, потому что вопрос не такой простой, как может показаться. Смотрите, и не звонят так быстро. А мы будем помогать. Мы пока не будем помогать. Пусть они помучаются. Вот так. Ах, смотри, какие книжки-то. Книжки прекрасные. Я бы за такую книжку помучался с удовольствием. Да, Максим Горький и прекрасные совершенно Сергея Малоземов. Еда живая и мертвая для всех совершенно, мне кажется, читателей в возрасте от 16 лет. И очень красивая книга Вилла Швальбе, конечно, «Книжный клуб конца жизни». Хоть она и грустная, она очень красивая книга. Она зато заставляет задуматься. Да, такую книгу просто приятно держать в руках. Для чего книги вообще должны создаваться, и не только книги? Ой, тем временем появился желающий. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Я хотела бы ответить на вопрос. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Хорошо, Наталья. И я, да, в детстве я немножко занималась с куклами в театре, поэтому я знаю ответ на этот вопрос. Говорите. Кукла смотрит носом. Молчать в точку. Интересно даже, мы не помучили нашего слушателя. Нашу слушателя инцидентария. Человек опытный. Да, опытный. А вы вот в детстве занимались, сейчас уже как-то вот, отошло это у вас? Ну, сейчас да. Хотя вот я собираюсь заниматься сейчас изготовлением кукол, так называемых, ну, особых кукол, короче говоря. Вот эта любовь сохранилась немножко. А особая кукла, это что? Вы нас заинтриговали прямо всех. Да? Ну, это бодуарные куклы, так называемые. Бодуарные куклы, Женя? Такие в театре используются? Я так понимаю, это интерьерные, да? Это интерьерные какие-то, да? Ну да, или интерьерные, да. Понятно. Понятно. Ну, что бы вы хотели получить за вас, прекрасный ответ? Наверное, билет, а он только один может быть? Куда? Билет на спектакль Гудбай Берли. Почему? На двоих билет приглашаем? На две персоры билет. Мы приглашение всегда на двоих разыгрываем. Здорово, это очень хорошо. 21 июня, 18.00, 16 плюс ограничения, трубочку не кладите, наш редактор объяснит, как этот билет получить. Мы вас записали. Мы вас записали. Слушайте, ну я все-таки попросила бы наших гостей рассказать, объяснить, что такое кукла смотрит носом, потому что вот не очень понятно. Но я не знаю, получится ли это словами объяснить, то есть показать вот уже не получилось нам в перерыве. Ну, наверное, словами получится. Как я уже говорила, мы делали вертеп, который состоял из масок персонажей. Когда мы куклу представляем как маску, ее нос совпадает с нашим носом, а мы именно смотрим через переносицу. И вот мы этот взгляд переносим на куклу. То же происходит и с верховыми тростевыми куклами, и с перчатками. Мы передаем свой взгляд и ищем своего партнера через нос куклы. Это такое немножко на чукотские поцелуи похоже, когда они носиками целуются. Вообще, когда я училась в Центральной Академии, нас говорили, что не надо делать в куклах поцелуи. Они стукаются носами, это некрасиво. А это слышно? Ну, видимо, папа и маша стучат, и вся романтика исчезает. Женя, можно такой банальный вопрос? Вот у нас сейчас закончился вот этот как бы сезон. А какие планы у вас на ближайшее будущее, на следующий год? С ребятами? Да, конечно. Ну, конечно, мы хотим продолжить две наших нынешних работы. Это вертеп и ежик и медвежонок. И, конечно, если получится, и мы будем всем тем же составом работать в следующем году, никто от нас из нашей команды не уплывет. Мне бы хотелось попробовать начать простейшие марионетки учебные, да. То есть уже сделать спектакль с куклами и марионетками, да? Ну, начнем мы с учетов, как всегда. Там посмотрим, что из этого получится и так далее. Хватит нам на все время, потому что работа, как вы понимаете, большая. Если еще два, две маленьких работы и еще третью, осилим-несилим. Занимаемся всего два раза в неделю, иногда репетиции. И еще такой вопрос. Смогут ли наши слушатели, просто жители города Кирова, вот это сами увидеть каким-то образом, побывать у вас на спектакле? Конечно. Или это только для родителей? Нет, почему? Не только для родителей. Конечно, основная наша аудитория пока родители. Но у нас бывают отчетные концерты, мероприятия, спектакли в конце года. А информацию о ней где можно узнать? У нас есть группа в нашей студии. И также информация бывает в группе театра. Иногда выкладываем. Театр кукол. Театр кукол имени Анатолия Николаевича Афанасьева. И также мы всегда делаем какие-нибудь встречи в ВКонтакте. Можно нас найти легко. А так, чтобы на афише театра кукол появился медведь и ежик? Не знаю, мы об этом подумаем, поговорим. Мы пока работаем. Еще работа в процессе. Вот если мы ее усовершенствуем. То есть если в следующем году вы займетесь этим спектаклем, то вы будете заниматься именно усовершенствованием его? Или что-то новое будет? Или это будет какая-то еще история про ежика и медвежонка? Ну, вообще-то, может быть, еще будут истории, потому что вообще много сказок у Козлова. И все они меня очень трогают. Но я так думаю, сейчас интернет весь висит на этих сказках. А что касается про нового, мне кажется, каждый спектакль всегда звучит по-новому. И всегда бывают и новые этюды, и новые доработки, и новые мысли, и новое дыхание. Есть над чем, конечно, работать. Но, мне кажется, всегда над любым спектаклем есть с чем работать. Мне кажется, ребята ваши растут просто вместе с ежиком и с медвежонками. Медвежонок и ежик становятся старше, ребята становятся старше. Есть такой момент, конечно. Во всех отношениях. Серьезнее. То есть изначально, наверное, это какие-то прямо совсем детские истории, а теперь вот уже такие прям для взрослых актеров, можно сказать. Да, Саша? Серьезнее, ребята, вот вы так вот думаете, вот когда вырастите, хотите быть вот именно артистами кукольного театра? Хочешь, Ром? Здорово, молодец. Ром улыбается, кивает. Василиса? Василиса прям в голос скажи, хочешь или нет. Не узнаю. Вот, человек взрослый отвечает. Хочешь, да? Саша хочет. Ну вот, видишь как. Значит, у вас получается. И как сказать, у меня нет абсолютно такой цели. Мне кажется, мы просто весело, интересно проводим время. И вот наша вот задача... И узнаем, что-то новое играет, да? Что-то новое играет, да. Вот такой момент. Наши общаться проще, жить веселее и задумываться о каких-то вещах важных. Вот, наверное, мой месседж заключается в этом. Жень, а попасть вот в вашу студию в следующем году, она уже 4 года получается будет работать. У вас же сформированный вот такой актерский состав, я бы сказала. А новичков принимаете? Принимаем, конечно. Студии больше, чем 4 года. Это нашей группе 4 года. Я не сразу стала педагогом студии. Вот, надо написать заявление. Там будут думать о создании еще одной группы или присоединения к нам. А это куда? Это в Театр Кукол, например? Да, в Театр Кукол. Там есть формы бланки, заявки. Можно их написать. То есть, если я пришел в Театр Кукол и спрошу, мне подскажут, где это все найти, да? Я думаю, да. На сайте театра и в группе театра есть прям ссылка на забаву, номер, как связаться там с Аленой Юрием Малышевым. То есть все можно найти, да? А возраст, возраст. То есть это должен быть совсем малыш? Или может, например, подросток к вам присоединиться? А денька взрослый может присоединиться? О, Николай. Я только за взрослую группу. С Аленой Юрьевной можно переговорить. Я думаю, она тоже за. Николай, давайте, создавайте вот прецедент. И мы, отталкиваясь от вас, создадим большую взрослую группу. Они так интересно обо всем этом рассказывают, что просто очень хочется самому попробовать. Приходите. Почему бы нет? Как раз с руками взрослым бывает еще интереснее, чем дети работают. И мы еще давно не пробовали фактуру, скажем. Фактуру попробовать, это что значит? Ну, допустим, сделать кукол из фольги или из тряпок. А, вот что, то есть из материала, то есть, да? Просто, да, то есть из ничего из этого вдруг создано. Мы, кстати, с ребятами, помните, делали про поезд и тет. Вот у нас тоже что-то было с фактурой такое, да. А что было? Вы поезд создавали из каких-то подручных средств? Или как-то вот... Саша, как было, помнишь? Из чего у нас был поезд? Там теневые куклы были, да? Из чего делали? Мы еще под покрывалом ходили. Да. Под покрывалом ходили. Покрывал туман у нас был, вот. Саша, напомнила. Ну что, тогда я задам еще вопросик. Хорошо, у нас есть возможность. Еще пять минут. У меня еще есть музыкальный вопросик. И опять про того же барабанщика. Еще один фрагмент, чтобы вы послышали, как здорово он играл на барабанах. Здесь мы немножко заранее договорились. Надо было не этот фрагмент, конечно, включать в этой пьесе. Дело в том, что эта вещь без пения. И большую часть составляет соло на барабанах. Иногда на концертах оно длилось по 30, по 40 минут. Этот товарищ, так сказать, используя всю свою батарею огромную, где были помимо стандартного, еще были оркестровые, литавры, симфонический гонг, там вообще все, что угодно. Руки, палочки, вот эти деревья он пускал. Палочки-деревья, я помню, из предыдущего. А вот эта пьеса, которую мы сейчас слышали, у нее название совпадает с названием классического американского романа. Вот просто вы угадайте из моих предложенных вариантов, как же она называлась. Она называлась «Мартин Иден», это пьеса. Она называлась «Моби Дик», это пьеса. И она называлась «Последний из магикан». Николай, а вы будете напоминать имя человека, который играл на барабану? Это звучала группа «Лед Зеппли» на барабанщик, это Джон Хенри Боном, которому вчера могло бы исполниться 70 лет, к сожалению, в 80-м году он ушел из жизни. Неужели есть человек, который готов даже на этот вопрос ответить? Нет, не готов. Нет, готов, слушай. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Рискну последний из магикан. Ну, мы всегда первый неправильный ответ как бы не слышим. И у вас есть еще один вариант. Остались «Мартин Иден» и «Моби Дик». Средний вариант. Это который? «Мартин Иден» или «Моби Дик». «Моби Дик». Совершенно верно. «Моби Дик» или «Белый Кит». Именно так вот, потому что такая довольно... Как вас зовут? Светлана. Светлана, да. Это такая довольно-таки массивная музыка. Или угадывали все-таки? Конечно, угадывали. Ну, судя по тому, что это был последний из магикан, первый вариант, он, видимо, угадывал. Ну, главное, это еще угадала. Ну, может быть, сразу человек метался между двумя вариантами ответа. И тот правильный этот. Светлана, что хотите выбрать? Билеты. Я уже не отследила, что осталось. Драм-театр остался, галерея прогресса. Галерея прогресса и книги. Галерея прогресса ни разу не была. Давайте. Прекрасно. Там сейчас отличная совершенно выставка. Игоря Сметанина, Максима Наумова, Вятские, Хватские. Ну, я думаю, что можно и другую экспозицию посмотреть. И работает выставка, да, восьмилетию посвященная галереи до сих пор пока еще. Ну, что? У нас есть возможности. Еще один вопрос задать, Николай. И опять я, что ли, буду задавать? Да, у вас музыкальный фрагмент. Ну, как? А что же? Мы так долго мучились с нашим сегодня плохо работающим интернетом. Мы их копировали на эфирную машину. Ну, давайте тогда еще немножко. Ла Зепплин, Денис, включи, пожалуйста, фрагмент. Совершенно безумное произведение, с названием, которое не переводится, и с ритмом, под который невозможно танцевать. Тем не менее, группа, когда издавала этот альбом, она решила, что это будет танец. И даже разработала такую картинку, да, типа комикс, где было нарисовано, как под это безумие танцевать. Именно комикс или обложка? Нет, на обложке там вообще не было букв, не название, а был вложен такой комикс, где было нарисовано, как вот под эту странную вещь, там, размером то 5 четвертей, то 7 четвертей, как под нее вообще можно танцевать. Но вопрос не про то был. Дело в том, что барабанщик, он был такой парень деревенский, я уже сказал, и в том числе очень любил традиционные английские забавы. То есть он решил купить себе паб. Паб? И расширил этот паб для того, чтобы там можно было не просто подойти к стойке, да, и выпить там стаканчик соку, а чтобы можно было подъехать, например. Сидро безалкогольного. Три варианта ответа. Чтобы можно было подъехать на велосипеде, чтобы можно было зарулить на мотоцикле, или чтобы можно было подъехать на автомобиле. Вот так он расширил свой паб. Три варианта ответа. Для желающих 211-101. Давайте попробуем угадать. Это был паб для велосипедистов, для мотоциклистов или для автомобилистов. Алло. Опять все знаю, да? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, это Светлана. Светлана, добрый день. Ага, ну давайте я попробую. Автомобиль. С первого раза. Вот Светлана угадала. Вот такой вот он расширил свое заведение пятийное, чтобы можно было прямо к бармену подъехать на автомобиле, заказать себе стаканчик Кока-Кол. А как же безопасность на дорогах? Мы сегодня в первом часе об этом говорили. Ну у них там в Британии немножко другие, наверное, правила дорожного движения. Нет, мне рассказывали, что они лояльно относятся к людям за рулем, но к туристам, нарушающим правила. А здесь никто не нарушает. Могут на первый раз пожурить. Он подъехал, взял Кока-Колу и поехал дальше. К стойке? Что же он нарушил-то? К стойке въехал внутрь? Хорошо, вы мне потом покажете просто фотографию, как это выглядело. Светлана, что бы вы хотели взять? Какой приз? Книга «Еда живая и мертвая». Полезная очень книга Светланы Сергея Малоземова, телерадиоведущего. Пожалуйста. Дипломированного врача, между прочим. Пять принципов здорового питания. Ну все, книжка ваша. Отдаем Сергея Малоземова Светлане и начинаем прощаться с нашими гостями. Саша, Василиса, Рома. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо за участие. Вам спасибо большое. Евгения Тарасова. Евгения мы еще назвать даже не успели. Евгения. Педагог детской студии «Забава» при Кировском театре «Кукол». Напоминаю, что студия работает, да? И записаться в нее даже еще возможно. Поэтому, пожалуйста. Лучше в этом сезоне. Лучше в этом сезоне, да. Потом набегут желающие, вам уже места не достанется. А мы с Николаем Гориковым с вами прощаемся. Да. До понедельника. Всего доброго. До свидания. До свидания. Культ Пахот.